Добрый день! Сегодня будем изготавливать сложную силиконовую форму на четырех лапах. Выглядит она следующим образом. Это у нас гипсовая отливка, а работать мы будем на модели из полистового. Итак, с чего начнем? Начнем прежде всего с разметки. Чтобы разметить нашу модель, нам необходимо, нам понадобится маркер. Итак, маркером будем намечать будущие плоскости разъема. Если внимательно присмотреться к серийным моделям, то на них уже есть линии разъема. То есть, как бы мастер аккуратно не зачищал швы, на них уже остались. Есть эти швы, по которым нам необходимо только их увидеть и провести эти линии плоскости. То есть, берем маркер и по этим линиям рисуем наши плоскости будущих, границы разъемов. Для вас на камеру делаю еще раз. У меня же модель рабочая и она уже давным-давно размечена. Вот прям таким образом. Чтобы не запутаться, каким бы вы специалистами и профессионалами бы ни были, я советую каждый раз размечать ваши модели. После того, как разметку нанесли, нам необходимо будет сделать пластилиновый бортик. Пластилиновый бортик должен заполнить вот это вот все пространство. Сейчас покажу, как мы это будем делать. К примеру, у вас есть вот такой вот рабочий пластилин, который уже был когда-то в работе. И чтобы нам было с ним удобнее работать, я уже это как-то показывал в своих видео, просто не акцентировал внимания, нам его необходимо размять. Можно разминать его и подогревать на водяной бане, можно мять в руках. Советую использовать по-прежнему оливковый пластилин, он гораздо мягче, с ним удобнее работать. После того, как вы размяли его, он стал достаточно эластичным, катаем вот такие вот колбаски. Сейчас покажу. Делать это лучше на ровной плоской поверхности. Получилась вот такая вот колбаска. Что дальше? Нам надо ее раскатать в брусок. Чтобы раскатать ее в брусок, лично я использую скалку. Как бы это банально не звучало, но это рабочий инструмент, который позволяет делать быстро и без лишних усилий вот такие вот лепешки. Дальше при помощи шпателя, строительный шпатель, ширина шпателя 150 мм, делаем вот такие прямоугольники. Почему прямоугольники? С прямоугольниками гораздо проще работать и удобнее. У них стороны плоские, ровные и позволяют нам быстро формировать вертикальные поверхности или геометрически правильные фигуры. Дальше мы просто этот прямоугольник присоединяем к нашей модели, таким образом, чтобы он точно вставал на наши линии разъема. Сейчас покажу. Один и все остальное сделаю в режиме таймлапс, чтобы ускорить процесс. Процесс будет повторяться. Что-то нового для вас здесь я не покажу. Что-то нового для вас здесь я не покажу. Вот примерно таким вот образом должен вставать ваш пластилиновый бортик. И так мы сделаем по всему периметру. Чтобы наш пластилин лучше держался на поверхности, с обратной, с тыльной стороны, мы просто усиливаем его небольшими обрезками, которые у нас остаются после изготовления наших прямоугольников. Сейчас буду снимать все и записывать в таймлапс, чтобы ускорить весь процесс. Продолжение следует... 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 Для этого нам понадобится стэки. Вот такие. Такие стэки профессиональные стоят порядка 2000 рублей на Алиэкспресс. Это самые рабочие стэки, которыми я работаю. Сейчас все покажу в процессе. Но если вы только начинаете и такого бюджета на стеки готовые у вас нет, то есть два варианта. Первый, сготовить их вручную, если у вас есть хотя бы минимальный набор инструментов, хотя бы есть наждак, чтобы могли или гриндер сформировать плоскость. Возможно также работать и подручными инструментами, такими как шпажка, обычная деревянная зубочистка и металлический нож. Я же буду работать вот такими стеками, которые позволят мне ускорить весь процесс. Первым делом формируем линию примыкания нашей плоскости пластилинового бортика к нашей модели. Это скажется в дальнейшем на качестве наших готовых отливок. То есть линия разъема будет очень аккуратная, ее практически не будет видно. Швы в этом месте по линиям разъема не будут бежать. Это очень важно, чтобы в процессе работы наша форма не доставляла нам какие-то неудобства, чтобы она не текла. Это очень раздражает, когда форма бежит. Так что наша задача сейчас выровнять пластилиновый бортик, сделать его более правильной формы, подровнять линию разъема. Ну и нанести замки. Выполнить в данной плоскости пластилинового бортика замок. Большинство, я думаю, уже догадались, что изготовление сложной силиконовой формы на четырех лапах похоже на изготовление кашпо. То есть если мы над кашпо работали примерно следующим образом, у нас здесь была внутренняя часть, то при работе над данной моделью средняя часть у нас находится снизу. Но сначала мы изготавливаем ее, а потом уже беремся за основную нашу модель. В принципе, что делать, озвучил. Сейчас выравниваю плоскость, делаю замки и все это дело повторяю по всему периметру. Буду снимать это в таймлапс, чтобы экономить время. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что у нас получилось на выходе? Как вы могли заметить, работать при помощи хороших профессиональных стыков получается гораздо быстрее и качественнее. То есть вот такие вот аккуратные линии примыкания пластилина к нашей поверхности модели. Следующий этап нам необходимо нарисовать будущие замки. Замки пойдут вдоль наших линий разъема, отступая от тела модели приблизительно 1 сантиметр. Ну, миллиметров 10, может быть, 12. Мы их предварительно наносим, чтобы по ним... Потом сформировать наш замок. Следующий этап это у нас создание канала. Сейчас покажу на одной из плоскостей, каким будем инструментом работать, что это за инструменты и для чего он нужен, если вы еще и не знаете. То есть это стек. У этого стека одна грань заточена при помощи наждачной бумаги, напильника, наждака, чтобы он лучше резал пластилин. Ширина его 5-7 миллиметров, вот в этой части. Он самодельный. Делался он из обычного такого же стека, но маленько переделался, то есть край был заточен. Теперь по заранее намеченной линии я просто режу пластилин. На всю глубину резать за раз не рекомендую. Может сломаться ваш стек, может пластилини не браться, может получаться не совсем аккуратно. Поэтому лучше пройтись несколько раз по одному и тому же месту, чтобы глубина вашей канавки получилась в районе 5 миллиметров. Больше тоже не надо. Будут проблемы при создании силиконового впадыша. Силикон у вас будет перерасход в этом месте. Поэтому здесь лучше сделать их 5-6 миллиметров, не больше. Чем вы их сделаете аккуратней, тем лучше будет ваша форма расформовываться, не бежать и иметь более аккуратный внешний вид. Это тоже иногда немаловажно. Вот примерно что у нас получилось. Сейчас острые края также ровняю при помощи того же самого стека. Убираю, чтобы тонких мелких элементов у нас не было, края не торчали. И все это опираться, буду повторять по всему периметру. Продолжение следует... Ну так, значит, самим пластилиновым бортиком почти закончили. Получился у нас вот такой результат. Покажу сейчас поближе. И теперь следующим этапом нам необходимо закрепить нашу модель на ровном плоском основании, чтобы в дальнейшем нам с ним было удобно работать. И делаем это следующим образом. Есть у меня уже вот такая опалубка. Размеры опалубки в данном случае 250 миллиметров на 400 миллиметров. Вот эта часть 100 миллиметров. Для большинства моделей размером до 35 сантиметров, 33 сантиметров по высоте. И данные опалубки будет достаточно. Вот таким образом почистили. То есть работать с чипателем очень удобно. Наша задача будет закрепить нашу модель, выставить и закрепить. Выставлять будем при помощи нашего угольника. В моем случае это вот такой угольник. Можно использовать любой другой. Единственное правило, от самых выступающих частей, особенно от края опалубки, должно быть не менее 4 сантиметров. В моем случае 4 сантиметра это здесь. Самая выступающая часть у нас является это ухо. И вот если визуально продлить, где-то в этом месте. Вот это вот расстояние будет выполнять пластилиновый бортик. Здесь тоже самое, но чуть больше. И можно сдвинуть относительно центр, поскольку в эту сторону у нас нет каких-то там выступающих элементов нашей модели. Поэтому мы будем располагать следующую часть. То есть еще раз проверяем, чтобы не ошибиться. 4 сантиметра здесь. Все здесь проходит. Можно для наглядности сделать вот так. Вот 4 сантиметра я здесь поставлю. И поставлю вот здесь вот так вот винильничку. Вот. Видно, да? Теперь фиксируем. Фиксируем мы все это дело на Космофен. Модель у нас из пластика и фиксировать на Космофен ее удобно. Так выглядит Космофен. Капаем небольшие капельки. Много не советую. Потом будут проблемы с демонтажом. Если много капельки, то уже у нас хватилось. Она уже двигается вместе с этим. С основанием. Много если капельки, то будет проблема потом с демонтажом модели нашей от этого основания. Будет отрываться модель вместе с частью ламинированной ДСП. И потом там появится яма. Ну и, соответственно, будет приходить негодность. Наша задача сейчас... Сейчас покажу ближе. Вот в этом месте... Надо взять что-то. Ей зазор. Вот он. Между плоским основанием и нашим пластилиновым бортиком. Мы от него сейчас будем избавляться по всему периметру. Покажу, как это сделают с этой частью, но остальное с ним уже в таймбассе. К прежнему катаем аккуратные ровные колбаски. На этот раз небольшие. И просто заполняем эту часть. Это прилегание должно быть очень выполнено аккуратно, чтобы наш силикон не затекал в эти места. Но потом нам работать будет проще. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова итак частью основания мы закончили полностью по периметру у нас теперь плоскость везде прилегает шов на границе модель пластилинный бортик выполнен достаточно аккуратно где у нас нет зазоров и надо ничего не торчит и топочется силикон никуда не затечет в результате линия разъема будет аккуратно и шов лежать не будет на силиконовой форме следующая наша задача необходимо будет разметить также нашу модель теперь по линии разъема которая существует у нас теперь в этой плоскости также при помощи маркера наносим эту разметку наносим линию разъема всегда по самым вверх верхним выступающим частям или элементам идет ли не разъем по уху так мы и дальше опускаемся по по центру нашей модели чтоб наша модель была зеркальная что слева что справа одинаково и линия наша придет ровно на центр центр нашего пластилинового бортика видно да нарисовал линия наша вот она придет вот в это место то же самое получается и с обратной стороны также проводим линию также по уху помещается вот сюда то он возвращается она на хребет и также идет по центру опускаемся и вот так вот это все все дальше продолжаю изготавливать пластилиновый бортик операции все повторяется поэтому снимаем таймлапс чтобы ускорить процесс купать на первый стране все WA верно! египно! египно! х良أ! египно! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не так Вот что у нас получилось Внешний вид еще незаконченного пластилинового бортика Покажу поближе немного Что получилось Так выглядит узлопримыкание Сейчас внешний большой у нас пластилиновый бортик не совсем корректный С этой стороны выглядит еще немного темновато там Но я думаю принцип понятен Здесь ничего сложного Наша задача теперь Выровнять эту всю плоскость Нанести разметку под замок И сделать замок После того как здесь у нас станет Борт опалубки вертикально Здесь будет удобно наносить силикон Именно в эту часть Чтобы кисть встанет Здесь расстояние сделал не 4 сантиметра Можно было сделать А чуть больше Чтобы так же можно было Вот в это место подлезть Силь Кистью чтобы нанести силикон Все Сейчас формирую аккуратную Линию примыкания пластилинового бортика К нашей модели Выравниваю самую плоскость И наношу Разметку под замок Выравниваю самую плоскость Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь из видео было понятно Насколько трудоемкий этот процесс Создание пластилинового бортика Сколько времени на него уходит Именно Изготовить правильную и аккуратную линию Примыкание пластилина К самой модели Чтобы ничего не торчало Линия была ровная Аккуратная Сколько времени уходит на Изготовление именно замков И как Помогают вам именно стейки Еще раз хочу Ваше внимание на то Чтобы быстро и аккуратно Сделать вот такую работу Вам конечно понадобится инструмент Инструмент Или самостоятельно делайте Потому что Большинство скульпторов Которые лепят Из пластилина Они делают себе стейки Сами Потому что под их цели и задачи Не всегда получается найти Именно тот инструмент Который был им удобен в работе Теперь к тебе хочу обратиться Дорогой мой зритель С таким вопросом Есть ли смысл Дальше продолжать Рассказывать Как изготовить Силиконовую форму На четырех лапах Думаю те кто Не первый раз Сталкиваются С подобной работой По изготовлению силиконовой формы Уже давно поняли Что осталось Нанести силикон Сделать с лицевой части Жесткий кожух Потом Перевернуть Нашу модель На тыльную сторону Снять отсюда Пластилин Нанести обязательно Разделительный слой Потом Нанести силикон Дальше Изготовить Жесткий кожух Перевернуть Все это дело И Вытащить Пластилиновый блок Который находится Между лапами И там операция Снова повторится Обязательно Нанести Разделительный слой Нанести Силиконовую часть И сделать Жесткий кожух Все В принципе Процесс Изготовления Сложной Силиконовой формы На четырех лапах На этом Можно будет Закончить Подробно Как-то Рассказывать Здесь Я не вижу Смысла Те Кто Не первый раз Сталкивается С подобной Работой Для них Все понятно Если же Вы первый раз Изготавливаете Силиконовую форму То подобная Модель Вам не подойдет Потому что Здесь Достаточно Это сложно Понять плоскости Разъема Сколько их Есть Сколько их Будет Где они Пойдут Каким образом Нарисовать Линии Разъема Создать Пластилиновый Борт Поэтому Если Вы первый раз Изготавливаете Свою Силиконовую Форму То От подобных Моделей Я бы рекомендовал Отказаться Изготовить Парочку Хотя бы Штук Пять Или шесть Простых Простеньких Форм Которые Состоят Из двух Частей Лицевой И тыльной Когда Набьете Руку Поймете Как это Все делается Тогда Уже Стоит Переходить К более Сложным Моделям И пробовать Изготавливать Силиконовую Форму Состоящую Из трех Частей Вот Тогда Вам Это Видео Очень Пригодится И тогда Ваше Понимание Уже Будет Окончательным И вы поймете Как Изготовить Более Сложную Силиконовую Форму Которая Пример Как это Состоит Из трех Частей Ну а Для тех Кто Не первый Раз С этим Сталкивается Здесь Уже Все Понятно Многие Еще В начале Видео Думали Думаю Поняли Что Есть Очень Большое Сходство С Изготовлением Кашпо Принцип Тот же Самый Это Внутренняя Часть Это У нас Лицевая И тыльная Тот же Самое Только Здесь Чуть Сложнее Идет Плоскость Разъема Там Если У нас Было Отверстие Круглое Здесь У нас Отверстие Профильное Все 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 То же Самое Надеюсь Видео Было Максимально Подробным Понятным Доступным Если Нет Напиши Мне Об этом Что Было Непонятно В комментариях Я Почитаю Обязательно На вопросы Отвечу Также Напиши Стоит ли Продолжать Снимать Подробно Как я Наношу Силиконовые Слои Делаю Жесткий Кожух И В дальнейшем Как Выглядит Готовая Силиконовая Форма Вот По такой Модели Но На этом У меня Все Пиши Свои Вопросы А я Желаю Удачи